Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья, с вами очередной выпуск Крюл и все наши следующие выпуски пойдут уже после окончания регулярки, но тем не менее мы обязательно познакомимся со всеми командами, игравшими в пяти дивизионах в этом сезоне, так что без промедления, погнали! Ну и первой командой выпуска становится Лас-Вегас Эйсис, закончили девушки регулярный сезон с 23 победами и 10 поражениями, причем после Нового года команда одержала 8 побед в 11 матчах, Эйсис действительно способна удивлять, причем игра не сваливается у них на кого-то одного, состав команды достаточно разнообразен, много игроков с хорошей атакой и самое главное, что есть опытные игроки и Егор Шахметов на тренерском мостике. Лас-Вегас по набору очков на предпоследней строчке 51,3 очка за игру и тем не менее они обыграли лидеров дивизиона Миннесоту Линс, которые набирают 77 очков в среднем и победа там была 73 на 45 в пользу Лас-Вегаса. Не имея особо рослых игроков, Эйсис уверенно держится в середине по подборам, ну и Дарья Гвардыченко уверенно лидирует в этом дивизионе, занимая первую строчку в подборах, ну а по передачам и вовсе на втором месте команда находится. В общем, Лас-Вегас очень привлекает своей именно универсальной командной работой, при этом действительно много хороших исполнителей и распределяется мяч в играх без особых проблем и передержек. Так что посмотрим, как все будет в плей-офф, он совсем-совсем скоро начнется для этой команды, ну а мы сейчас, соответственно, представим игроков, которые действительно важную роль имеют в составе, хотя таких игроков не 3, не 4, но на мой взгляд, опять-таки, это самые-самые важные игроки Лас-Вегас Асис. Ну и первый игрок, которым мы скажем, наконечная Александра. Про Александру мы уже говорили, когда рассказывали о Сиэтле, но тут есть различия в манере игры, не так много бросков и атак Александра завершает, делится мячом, является второй по передачам в команде с показателем 2,7, хотя ее фирменные проходы, уверенность, никуда не пропали, тут она остается и пользуется просто ими гораздо реже, благо есть кому отдать передачу всегда и в целом не нападет. Позиция разыгрывающего, наконец-то, закрывает в Лас-Вегасе и делает это достаточно качественно. Берсинева Елена, крайне важный игрок в системе команды, огромный игровой опыт, позволяет Елене быть играющим наставником прямо на площадке, при необходимости может задать нужный ритм, забить трех, отдать передачу, лучший ассистирующий игрок в составе Асис. Вторая по перехватам, реализует больше всех трех в среднем за игру, но еще раз повторюсь, что самая главная сила Елена в умении влиять на настрой и действия сокомандницы, даже не в наборе очков. И еще один игрок, про которого тоже хочется упомянуть, Рейпина Алиса. Алиса отличнейший снайпер, способна, хорошо у нее все получилось в марте месяце, когда Алиса забивала 21 очко в среднем за игру и сейчас она лучшей скорой команды, хоть и с небольшим преимуществом, но тем не менее идет впереди всех. Кроме дальнего броска в арсенале хороший проход и самое главное способна Алиса давать скорость, постоянно напрягая соперника необходимостью караулить быстрые отрывы, так что вот еще один универсал, пожалуйста, вам. Ну и две девушки сразу сейчас у нас будут, Мягшина Александра и Мулихина Кристина. Этих девушек я объединил вместе, сыграли они просто поменьше игр, в отличие от высшеназовых игроков, но отрисать их важнейшую роль в Лас-Вегасе просто будет преступлением. Мулихина Кристина, игрок с отличным броском, способностью представлять опасность и в краске, и на периметре, становится головной болью для любого соперника в защите. Ну а Мягшина Александра одна из самых заряженных игроков на борьбу, которую я только видел, является она лидером своей команды по перехватам, и их тандем как раз таки делает и без того сильный Лас-Вегас максимально гибкий в вариантах атаки, защиты, в общем ждем от них сюрпризов на стадии плей-оффа. Ну а мы перелетаем в дивизион плюс, и будем мы говорить о команде Гейтерс, Флорида Гейтерс, точнее команда, появившаяся как состав. Для организаторов лиги все же удержаться в этих рамках не смогла, и в итоге за сезон за Гейтерс поиграли очень разные игроки из-за очень разных дивизионов и команд, возможно, именно поэтому Гейтерс так и не смог дать нам понять, как же команда может играть. 11 побед в 19 играх, хороший результат сезона, больше 50% выигранных матчей, но просто в целом Гейтерс одна из команд, в которой не знаешь, что же все-таки увидишь в игре, в которую они там приходят. Если смотреть за ростером, там, конечно, берется у игроков на команду для дивизиона Лав как минимум, и в матчах, где все эти игроки собираются, вопрос не возникает победы или поражения. Тем не менее, по итогу сезон закончен на 8 месте, и в целом потенциал Гейтерс так и не определен. По факту он, конечно, по ростеру велик, по набираемым очкам 66 за игру, они это 4 место в дивизионе, 2 место по передачам, 5 они по проценту реализации бросков со средней дистанции, 1 по количеству забитых 3 в среднем, так что в целом Гейтерс смотрится в числах очень-очень хорошо. Посмотрим в плей-офф, есть ли у них этот запас, ну, если говорить о том, что собираться будут все-таки все игроки, которые набрали необходимое количество матчей, то, наверное, Гейтерс будет крайне неприятным соперником, главное, чтобы все получилось. А теперь немножко об игроках, я выбирал немножко из другого формата, я выбрал тех, кто сыграли в этом сезоне большое количество матчей. Сергей Тарасенко сыграл 17 матчей из 19 в сезоне, самое главное, что из тех, кто провел 10 игр и более, является безоговорочным лидером по набираемым очкам, Сергей обладает хорошим дальним броском, второй парализацией бросков с периметра в Гейтерс, он, и если учесть, что первый это Юрий Ткачев, сыгравший одну игру, то Сергея можно назвать и тут абсолютным лидером Гейтерс. Единственное, что иногда застревает мяч у Сергея, дольше, чем необходимо, но я думаю, что это все поправится. Следующий игрок, про которого хотелось бы рассказать, Тразин Никита. Никита, в какой бы команде ни играл, зачастую не показывает каких-то заоблачных чисел в рамках статистики, но для этого и не нужно ему для этого ничего делать. Тразин тот игрок, который делает очень много работы, из которой складывается итоговый результат. Подборы, заслоны, помощь в краске, если нет больших, взять пару атак на себя, если ни у кого не идет, например. В общем, Никита из тех игроков, без которых зачастую команда не выигрывает. Ну и Акулов Егор. Егора мы знаем, как игрока готовы взять на себя роль разыгрывающего, но иногда он, конечно, лучше выглядит, как просто атакующий защитник. Егор с хорошей рукой, который способен выдавать в матчах неплохие наборы из трех очков попаданий. Ну и достаточно агрессивный проход, в котором можно заставлять соперника и фалить, и еще и ловить, соответственно, на фолы, забивая. Ну вот такой вот разнообразный состав, но потенциал, повторюсь, у Гейтерс гораздо-гораздо шире. Ну а мы переходим в дивизион Изи, к следующей команде, и здесь мы поговорим о Милуоке Бакс. Команда дивизиона Изи, которая так и не смогла, на мой взгляд, раскрыть свои возможности полностью. 27 игр, 10 побед, таков результат сезона. Милуоке, коллектив которого есть очень неплохие игроки с хорошими скиллами, способны выдавать хорошие цифры в матче, но, к сожалению, реализовать эту систему не получилось, достаточно сложно было. Команда, прежде всего, старается играть, давая в игровое время всем приехавшим на игру. В связи с этим замены пятерками далеко не всегда могут дать необходимый результат, когда ты соревнуешься. Бакс команда, которой сложно выдать хорошую защиту, но в нападении могут сыграть неплохо, когда грамотно распределяют мяч, создают движение и, в принципе, никуда особо не торопятся, не форсируют, не пытаются спасти в одиночку все происходящее. Но в целом команде, конечно, необходимо, прежде всего, проводить ротацию состава. И вот в этом случае, если будет правильная замена, если будет понимание, сколько времени кто должен проводить на площадке, какая стартовая пятерка должна быть, и, скажем, игроки, приехавшие на матч, будут желать результата, то в этом варианте больше, чем на 10 побед милоки точно могут спокойно рассчитывать в следующем сезоне. Ну а в этом, к сожалению, в плей-офф они уступили. Не знаю, будут ли они играть в серебряном варианте, но в целом команда достаточно перспективная. И надеюсь, что правильную работу над ошибками они сделают. Сейчас поговорим о важных игроках в нынешнем ростере. И первый из них это Егоров Антон, первый номер милоки бакс. Егоров лучший скорор команды, раздающий лучший. Ну, в целом сыграл он почти весь сезон. И любимое оружие в нападении все-таки это для него трехочковый бросок. Больше всех в команде точных трешек выполняет средним за игру. При этом имеет второй процент реализации из-за дуги. Но в целом иногда бывает, зарывается он вот эту индивидуальную задачку забить и обыграть. И это не самым лучшим образом сказывается на игре команды. Токарев Стас, игрок, не пропустивший ни одного матча в этом сезоне, являющийся вторым по набираемым очкам в команде. Ну, хороший, уверенный средний бросок, проход, основные инструменты атаки у Стаса. Он очень хорошо и умело им пользуется, но вот подводит именно стабильность в течение сезона. До Нового года показатели шли поднарастающие у него, а вот после результаты очень сильно начали скакать. Три очка и девять очков в среднем в январе и в марте, и восемнадцать и семнадцать очков в феврале и апреле. В общем, хочется пожелать Стасу стабильности, и Молдовоки будут выглядеть гораздо увереннее в следующем сезоне. Ну и третий игрок, которого я тоже хотел бы отметить, Светландов Юрий, лучший защитник команды. Юра очень полезен под кольцом, и не только и в защите, и в нападении. Очень такой сбалансированный, забивает он в основном двухочковый, с хорошим процентом реализации, вторым в команде. Ну, при этом лидер, понятное дело, по подборам и раздаче блокшотов. Единственной слабостью можно назвать желание поливать все время из-за дуги, но думаю, что это можно все исправить, и влияние современных реалей избавиться. Ну, а мы перелетаем уже в дивизион Лафа, и команда Тута, о которой мы будем говорить, называется Вашингтон Визардс. Команда, которая всегда вызывает симпатию в каждой игре, в которой я за ними смотрел. Прежде всего, своей заряженностью и готовностью побороться. Вообще, стихией Вашингтона являются быстрые отрывы, игра на скорости, для них это наиболее удобный баскетбол. После Нового года команда получила расширение состава, ростера, молодых игроков появилось немало. Их не было в первой, опять-таки, части сезона. И вот в обновленном формате Вашингтон смотрелся очень интересно. 7 побед из 12 как раз-таки Вашингтон одержал с января месяца. Но, к сожалению, в конце регулярки явка опять подзбилась, и Вашингтон сейчас уже будет играть в серебряном плей-оффе. И там, в случае, если народ все же будет доезжать, то вполне себе Вашингтон может рассчитывать на гораздо более высокие места. И даже думал, что претендовать на тройку в серебряном плей-оффе вполне себе может. Тем более, что, опять-таки, повторюсь, в ростере хватает народу, который действительно может решать в матчах, который действительно может набирать свои очки. И вот эта манера бегущего баскетбола от Вашингтона там вполне себе может сработать. Тем более, что соперники все по силам этой команде. Ну, а мы сейчас познакомимся с несколькими игроками, которых я вот решил отметить по итогу регулярного сезона. Ну, и первый из них это Лощинкин Павел. Самый стабильный игрок команды. За сезон Павел пропустил лишь три игры из 27. Это очень приятно. Очень разнообразный потенциал атакующих навыков. Самое главное, что тащит на себе команду, когда состав минимален. Тем более, в конце регулярки он находился вообще в какой-то суперформе. 23 очка за игру он набирал в апреле. В среднем, сыграв три игры, вот в Вашингтоне вот так вот он отмечался. Так что соперникам Вашингтону придется поломать голову, как же его сдерживать. Спивак Андрей, Дарт Вейдер дивизиона Лав. Дарт Вейдер это команда. Андрей игрок, который хоть номинально играет на позиции первого номера, но все же основной его игрой видится именно набор очков. Да, он может отдать передачу, но зачастую предпочитает обыгрыш или же бросок со средней. Спивак в принципе не особо обращает внимание на соперника. Не боится его, скажем так, готов лезть в краску на нескольких игроков, что является иногда и минусом. В целом, Дарт Вейдер Вашингтона, как и вся команда, в каждом матче максимально настроена на соперника борьбу. Если выходит на паркет, то старается выдать свой максимум. Ну и наконец, лидер, на мой взгляд, команды, Цепляев Эдуард. Эдуард больше всех забивает. Максимально универсальный большой игрок команды. Лучший скор, как я и говорил, что не нивелирует его качество как защитника. В краске и под чужим своим кольцом команда чувствует себя значительно увереннее, когда он на площадке. Но это неудивительно легкий на ногах, атлетичный парень с хорошим прыжком, дальним и средним броском. В общем, вокруг него Визор действительно могут выстроить свою игру и навязать сопернику условия. Посмотрим, как будет в серебряном ПО. Ну а мы летим уже в дивизион Хай, самый высокий. И здесь мы будем знакомиться с командой ГСЕ Клиперс. Одна из самых сбалансированных команд дивизиона. Отличнейшая стартовая пятерка. Не менее хорошая скамейка. Но вот есть одна проблема, это короткая ротация. При этом вот концовку этого сезона в марте и апреле команда выдала очень-очень неплохую. Четыре победы в последних пяти матчах. В марте команда забивала по 85 очков в среднем за игру. Это лучший показатель дивизиона. ГСЕ Клиперс не назовешь командой, играющей в быстрый баскетбол, но при этом команда действительно мобильна. Легкие, подвижные игроки. И еще Егор Шахметов, дающий такую веса в краске. При этом при необходимости может команда смещать свои акценты. И в атаках то на периметр, то может, например, предложить скоростной баскетбол. Хорошая подстраховка в команде и в защитных взаимодействиях. Очень заряжен на перехваты. Тем более, что вот сейчас закончился в лаве сезон для их команды, таких новобранцев молодых. И часть игроков вполне себе могут как раз-таки рост увеличить. И тот же Полевов Антон, Кудаковский. Так что много возможностей. И посмотрим. Хочется верить, что команда сможет реализовать себя в ПО. Тем более, что у них получается такой сейчас запас игроков хорошего уровня. Очень-очень большой. Ну а мы поговорим о нескольких, которые, на мой взгляд, основными являются. И первый из них, это Шахметов Егор. Лучший пятый номер дивизиона, по моему мнению, если брать весь этот сезон. Егор тот игрок, который на площадке умеет все. Нужно подавить в краске соперника за счет габаритов. Пожалуйста. Нужно выйти на периметр, забить треху. Не вопрос. Бросить со средней после обыгрыша. Пожалуйста. Отправиться в быстрый прорыв. Отдать передачу. Все есть в арсенале у этого большого парня. Ну и в защите он совсем не прохлаждается. Хорошая работа на ногах. Выбор позиций. Делать из него крайне неприятного опекуна. Так что предстоит тем, кто встретится с ГСЕ, поломать голову, как с ним справляться. Следующий игрок, про которого тоже хочется сказать, это Мальков Андрей. Мальков один из тех первых номеров, которых я отношу к классическим разыгрывающим. Когда игрок предпочитает отдать передачу, нежели попытаться завершить каждую вторую атаку команды самостоятельно своей и набрать очки. Пятое место среди ассистентов в дивизионе Хаи у Андрея. При этом, если есть необходимость и возможность, он вполне может и накидать сопернику немало очков. Правда, предпочитает он атаковать в проходах, либо со средней дистанции. Такие атаки он реализует с процентом 46. Ну а трехочковые броски доверяет как раз таки вот этому молодому человеку. Зовут его Кельперис Виктор. Один из лучших шутеров дивизиона. Входит он в топ-10 по реализованным трехочковым броскам, в топ-20 по проценту реализации. Достаточно ровный сезон у Виктора. Единственное, что все-таки весной немножечко так просело результативность и качество игры. Но, как говорится, снайпер это тот, кто начинает забивать для команды самый нужный и важный момент. И думаю, что никто не сомневается в том, что Виктор действительно настоящий снайпер. Так что в ближайшее время ждем от него результатов ПО показательных. Ну а я с вами, друзья, прощаюсь. Еще раз огромное спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, поддерживайте выпуски. Мы будем понимать, что вам это нравится, что вам это нужно. Для вас сделаем действительно много работы. Ну и до новых встреч. Как говорится, продолжим совсем скоро.